символ белоруссии аисты не зря я рано утром вышел и вот мы выходим на набережную свислочи я обожаю минску 1720-х годов постройки прям все красиво что все отвлекает от повествования в историю брусчаточка ну 18 век но что еще надо снимать и здесь кино и наслаждайся здесь вот и корейская пожалуйста кухня с одной стороны была индийская здесь корейская великолепно просто обожаю минск у него своя особенность своя притягательность изюминка далее идет современное жилье кстати самую дорогую квартиру и на белорусском риэлторском сайте я видел как раз таки вот в этом доме на крыше которого развивается белорусский флаг смотрел несколько репортажей посвященных граффити белоруссии фестивалю улица молодые люди высказывают что им не хватает современной архитектуры минске надо куда-то двигаться развиваться ну вот пожалуйста по моему замечательно уже что они хотят они хотят минске что минск должен быть столицей мира исторически и теоретически невозможно потому что но заложено все по-другому и вот такой замечательный портрет мужчины собакой какой-то художник и вот эти ивы обожаю прямо они дополняют весь эффект шикарно шикарно на закладном камне 31 марта 90-го года началось строительство памятника воинам-интернационалистам погибшим в афганистане афганская война как раз таки связана с распадом советского союза и вот вот этот памятник который символизирует героев которые погибли при защите отечества в этой геополитической войне которую ввели американцы вот но мы сейчас подойдем поближе к этому к этой монументальной назовем ее мозаикой первое слово которое пришло мне в голову цивилизованные европейцы сорок первом году оккупировали минск минс был полностью разрушен и с трамвайным сообщением минску совершенно не повезло потому что в конце 19 века была запущена конка и планировалось уже в 1913 году запустить трамвайное сообщение но как вы понимаете все те же цивилизованные европейцы этим планом помешали так же как и в 1941 году ладно о я увидел первый трамвай я увидел первый трамвай это классно да очень также символично в минске все происходит с точностью до наоборот потому что минск это троллейбусная столица трамваев здесь очень мало троллейбусная сеть почти на 500 километров но центре я еще не видел ни одного троллейбуса поэтому надеюсь хоть один троллейбус увидеть в районе вокзала и тогда расскажу про них наконец-таки это у нас литературный музей кстати вот на богдановича заходите в литературный музей и об с удовольствием зашел если бы он был сейчас открыт кстати максим богданович это известный белорусский поэт да шикарно конечно такие какие-то перепады вот честно говоря вот когда дома особенно ставили дома поста музей богдановича здесь вот я же говорю поэта и писателя богдановича максима богдановича и за дроздович белорусский график живописец и скульптор вот пожалуйста здесь установлена ему скульптура честно говоря не знал даже про такого но приезжаешь беларусь до хочется хочется открывать для себя эту культуру хочется ее изучать интересно она близка совершенно случайно я набрел на стену цоя в минске классическая надпись это цой жив вот свою быть всегда и везде свободным люди приносят цветы ты должен быть сильным ты должен уметь сказать различные да есть вот фотографии цоя разных годов свой сигареты символично сверху можно видеть зажигалку на это символично а про виктора цоя я расскажу отдельно этот человек вышел из ленинграда этот человек вышел с проспекта ветеранов ему поставили памятник рядом с метро но где он жил я расскажу отдельной здесь у нас куча всякого арт-пространства давайте пройдем посмотрим что здесь у нас во дворе во дворе вообще вот они те самые бразильские мотивы классные граффити какой-то свой национальный колорит здесь присутствует отличаются конечно по мировосприятию можно видеть эти рисунки как они отражают жизнь более такие теплые гармоничные на набережной свислочи можно видеть рыбака снизу за чем-то вот это вот местность напоминает мне калининград в район прегали да очень сильно напоминает по диагонали от троицкого предместья располагается также шикарный райончик со старой архитектуры и с новоделом под старую архитектуру также на берегу свислочи нет получается уже другой берег противоположный троицкому предместью но мосты есть можно проходить и это конечно вот здесь куча всяких заведений особенно пятничного характера поэтому если вы приехали в минск за развлечениями тут в пятницу в субботу обязательно сюда идите и здесь вы эти развлечения найдете вот в минске видимо беларуси также развернули и горные заведения нужно везде казино встретить так что если вы азартный игрок то пожалуйте в минск а вот и знаменитый минский цум говорят он даже под землю